Женская колония в Азове – очередная станция на пути следования юридического поезда. Проблемы и дела на свободе остались у многих заключенных. Решить их из-за решетки очень сложно. А во многих вопросах разобраться под силу только специалисту. Когда меня закрыли места, постоль отдаленные, я не закрыла свою принимательскую деятельность в пенсионном фонде. И мне пенсионный фонд уже прислал сюда два иска, за которые я выплачиваю, и я хотела бы у специалиста узнать, правильно ли вообще я плачу эти иски. Проблемы разные, подход соответственно индивидуальный. Возможность проконсультироваться с нужным специалистом получили всем. К услугам отбывающих, наказания – медики, правозащитники и представители прокуратуры. В основном вопросы касаются либо исполнения приговора, да, не согласно, либо какие-то вопросы связаны именно с житейским, значит, у кого-то осталась там семья, где-то еще что-то, алименты какие-то и все остальное. Нет ни одного обращения, вот, например, связанное с условиями содержания, материально-бытовыми, медицинскими обеспечениями именно здесь, в колонии. Не все вопросы заключенных можно уладить на месте. Проблемы бывают настолько запущены, что их решение занимает месяцы. В этом случае специалисты помогают составить все необходимые документы и устанавливают с заключенными обратную связь, чтобы оперативно разобраться в ситуации. Это посещение у нас уже не первое, вошло уже в традицию в нашем ГУФСИНе, и эта работа будет продолжаться планомерно, согласно графику, и буквально состав этого так называемого юридического поезда мы посетим все учреждения. Мы уже ряд учреждений посетили. Когда все желающие получили необходимую консультацию, юридический поезд двинулся дальше. Ряд исправительных учреждений все еще нуждается в помощи специалистов. Теперь путь состава лежит на север области через Новочеркасск и шахты. Артем Тарасов, Владимир Савеленко, Андрей Коробко. Главное новости.